Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Когда слышишь голос Левитана, даже спустя 79 лет сковывает тревога и ужас. И невозможно даже вообразить, что тогда испытывали наши дедушки, прадедушки и прабабушки. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Одна из самых страшных и кровопролитных в истории человечества. 1418 дней и ночей. Почти 27 миллионов погибших. Губернатор края в 4 часа утра. В 79-ю годовщину начала Великой Отечественной войны почтил память тех, кто отдал жизнь за свободу страны. После проведения акции Вениамин Кондратьев обратился с видеообращением к жителям Кубани. 22 июня мы зажигаем свечи, как символ народной памяти и скорби. Дорогие земляки, я знаю, мы привыкли собираться все вместе на этой площади в Краснодаре, на площадях перед мемориалами во всех городах и районах нашего края. Возлагать цветы, вспоминать, благодарить ветеранов. В этом году все иначе. Ситуация с коронавирусом заставила нас разобщиться, не собираться все вместе перед вечным огнем. Но в своих чувствах, в своей скорби о погибших, о самых трагичных страницах истории нашей страны, мы по-прежнему едины. И ничто в этом мире не отнимет, не сотрет у нас память об испытаниях, которые пережили наши деды и прадеды в те страшные годы. В течение всего дня в Анапе проходили траурные мероприятия в память о тех, кто не вернулся с фронта. В этот день все жители и гости курорта повторялись снова и снова. Никто не забыт и ничто не забыто. На территории 44-й пожарно-спасательной части 11-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы прошла акция, посвященная Дню памяти и скорби. Наши подразделения всегда участвуют во всех мероприятиях, особенно героической, патриотической направленности. И, конечно, в такой день, как День памяти и скорби, мы не можем просто так остаться в стороне. И мы всегда проводим такое построение, возложение цветов. Минуту молчания объявляем честь всех тех людей, которые погибли, защищая и спасая нашу Родину. Но и также в честь наших коллег пожарных, которые воевали на фронтах нашей необъятной Родины. И в партизанском отряде, который был в Анапском районе. Участвовали в освобождении Анапы, Анапского района, от немецко-фашистских захватчиков. К памятной доске партизанам пожарным были возложены цветы. Дальше была объявлена минута молчания в память о всех героях Великой Отечественной войны, которые не дожили до наших дней. Война унесла полмиллиона жизней кубанцев, вторглась в каждую семью и в каждый дом. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.